Девушки отдыхают И ее сразил инсульт от увиденной жуткой картины На дне ямы отсвечивали человеческие останки Возможно ли вернуть дом бывшему хозяину? Ведь жить тут очень страшно Они говорят, что я должен платить И что моя зарплата теперь не 40 тысяч, а всего 10 тысяч И никакой премии мне платить не будут Но я тут, конечно, разлился и дал в морду начальнику Хочешь получать заработную плату в три раза выше средней по городу? Возьми кредит на развитие предприятия Вот только кто теперь должен банку? Доверчивый сотрудник или его директор? Когда затеваешь совместный бизнес, надо тщательно прописывать все условия Два друга только устно договорились Теперь не могут поделить рыбу Звучит смешно, но прибыль от пруда составила более 600 тысяч рублей Истец требует признания недействительной сделки купли-продажи дома Так как, заключая договор, она заблуждалась, думая, что сможет в нем проживать Ответчик с иском не согласна Пожалуйста, Истец, слушаю вас Ваша честь, я обратилась к вам с одним единственным вопросом Я хочу, чтобы вы приняли мой иск о признании сделки купли-продажи моего дома недействительной Так, по каким основаниям просите признать сделку недействительной? Вы знаете, ваша честь, буквально где-то полтора года тому назад Мы приобрели дом, прекрасный дом, замечательный дом, добротный Заплатили мы более 6 миллионов рублей В общем-то, это не маленькие деньги Я, мой супруг и моя мама Замечательный дом, прекрасный земельный участок, воздух Вы знаете, я думала, вот, наконец-то я вот буду жить Выходить каждое утро дышать свежим воздухом Наслаждаться этой жизнью, наслаждаться домом Но в какой-то момент, вот в какой-то момент Вот только, пожалуйста, Ваша честь, вы не смейтесь Я стала замечать какие-то непонятные вещи Какие-то тени Мне стали сниться какие-то кошмары Ну, поначалу я как-то, вот, знаете, как-то пыталась на это не обращать внимания Вот, надо мной муж даже как-то подшучивал Но кошмары меня не покидали Какие-то видения мне постоянно являлись И буквально недели две-три тому назад Произошла, ну, жуткая ситуация Моя мама, но она уже в возрасте, конечно Она пошла в подвал взять картофель, чтобы сварить, приготовить первое бощ Ваша честь, я слышу какие-то истошные крики Какой-то треск, какие-то нечленораздельные звуки Я, конечно, бросаю все Я спускаюсь туда, через три ступени Лежит моя мама Лежит какие-то вот, вот, знаете, лежат Я просто очень волнуюсь, Ваша честь Лежат какие-то доски Я вспоминаю эту ситуацию И там были обнаружены, Ваша честь, человеческие останки Вы понимаете, не собаки, не кошки А человеческие останки, Таня Мы вызывали полицию, собрались понятые Был произведен осмотр территории И было произведено заключение, что это якобы останки человека Ну, сказали, что где-то года два тому назад его захоронили И как потом выяснилось, как потом выяснилось Что этот человек погиб от рук мужа вот этой вот дамы Отвечица Да, да, Ваша честь, да Но дальше больше, Ваша честь Как Вы выяснили-то это? Было расследование произведено? Да, конечно, да В результате расследования выяснилось, что данные вот останки Примежат человеку, который погиб насильственной смертью Насильственной смертью, да По вине супруга Отвечица Да, даже выяснилось, что это был какой-то рабочий Я уже не знаю, кто он там, таджик или киргиз, кто он был Который состоял в бригаде, которая строила вот этот вот дом Отвечица Ваша честь, так я не сказала больше вам Я же, когда обнаружила маму, она лежала Я думала, она просто потеряла сознание А на самом деле ее разбил инсульт, Ваша честь И на сегодняшний день она проходит курсы реабилитации Вы понимаете, в чем дело? Это же не просто так пошла за картофелем в подвал Все необходимые документы имеются в Вашей честь Так, свидетельство о праве собственности на дом, земельный участок Пожалуйста, пожалуйста Так, хорошо, Ваша позиция в суду понятна Ответчик, иск не признаете? Истец утверждает, что ей продали дом, ну, мало того, что с останками, еще с привидениями По мнению изца Нет, я считаю, что нет оснований Просят расторный договор Да, сделка о купле-продаже недействительная Я считаю, что сделка действительно Дело в том, что по жизненным обстоятельствам мне нужно было продать этот дом Потому что я осталась одна, муж у меня погиб И мне просто не нужен был этот дом О том, что в этом доме замурован труп, то есть человеческий останок, я вообще не знал Я несколько лет тому назад познакомилась со своим мужем Вот, бизнесмен, вообще красавчик, подтянутый, машина, личный водитель Ну, в общем, как бы мечта любой женщины И все было вначале прекрасно, все отлично, все, мы жили Начали строить как раз вот этот дом Строительством руководил муж, мы наняли бригаду таджиков Я так один раз только видела и таджиков Я, собственно, в это дело не вмешивалась Муж всем заведовал Но буквально вот незадолго уже до окончания строительства дома Муж вдруг исчез Я вообще тогда... Самое главное, что он сказал, чтобы я его не искала Я тогда просто была в шоке Ну, правильно, потому что у него самовожирались и пушку было И я как бы тогда вообще не знала, где он находится, что с ним, пока через три месяца не пришел следователь И не сказал, что мой муж погиб, что он утонул при невыясненных обстоятельствах в Азовском море А потом, позже, когда я еще, так сказать, не успела оплакать своего мужа Оказывается, он был судим за разбой и за мошенничество Ваша честь, ну это просто судим, да, естественно, не мешайте мне Подождите, естественно, дайте я расскажу суду Да, представьте себе вообще мое состояние, мой шок Когда только что я потеряла мужа И выясняется, что он еще и преступник И под ногтями потом у трупа, которого нашли Были частички кожи моего мужа То есть оказалось, что вместо того, чтобы заплатить, очевидно, вот этим вот таджикам Этим строителям, он убил вот этого вот одного из таджиков И получается, что он им ничего не заплатил И помимо того, что он там мошенник, он еще выяснился и убийца Вы вступили в право наследства после мужа и унаследовали этот дом Да, я унаследовала дом, но потом, как бы А причиной продажи дома что являлось? Ну, во-первых, как я уже говорила в начале Ваша честь, я хотела добавить Подождите Дайте мне спросить у ответчика Да, прошу прощения, Ваша честь Как я уже говорила в начале, потому что я была совершенно одна И вот этот вот огромный дом мне одной просто, ну вот, не нужен был И я решила его продать в то время В то время он стоил 6 миллионов То есть вот истица заплатила мне 6 миллионов И я подозреваю, из-за этого она вот сейчас хочет вернуть этот дом Потому что ей движут корыстные цели Поскольку сейчас, на настоящее время, цены на недвижимость снизились И дом стоит 4,5 миллиона И получается, что она, возможно, даже 2 миллиона хочет выиграть И на эти деньги можно совершить более выгодную сделку Поэтому она и хочет вернуть Давайте про корыстные интересы истца Вот, на самом деле, ну, не объективно, да Ну, у истца вот эмоциональное состояние Если бы она, мне кажется, не выяснила эти обстоятельства Я не нашла эти останки в своем подвале Я же это не придумала, мне же это не приснилось С каким-нибудь сыском, да И попросила вернуть дом Ваша честь, я год после смерти мужа Я год прожила в этом доме С этим трупом, получается, в подвале Пока я не узнала Никто меня за это время не съел А криминалисты пришли Они все, все стенки простучали Все по волоску собрали Там вообще пустота и чистота Потому что тебе, наверное, не важно Там 3 трупа, 4 трупа А я это чувствовала Ты понимаешь, мне кошмары скились Я думала, наконец-то дом мы купили А тут такая ситуация Мама до сих пор у меня на реабилитации находится Ваша честь, это у истицы слишком бурная фантазия Да, конечно, у меня бурная фантазия Мне это все приснилось Это жизнь Ну, то есть я просто как бы Я жила норм Мало того, я сейчас привела человека Который работал тогда при постройке дома И он может сделать ремонт Где вообще даже запах Да зачем мне этот ремонт? Зачем мне? Ты верни мне деньги И распорную договорку при продаже Я не могу там жить В общем, я продолжаю стоять на своем То, что нет никаких оснований считать Эту сделку купли-продажи недействительной Категорически не соглашусь Хорошо, у вас свидетель заявлен, да, ответчик? Да Пригласите, пожалуйста, свидетеля ответчика в зал Свидетель ответчика, войдите Добрый день, представьтесь Гаджиев Амар Фаридович Вы работник бригады Которая строила дом Который раньше принадлежал ответчику Сейчас принадлежит ИСЦУ Правильно я вас понимаю? Да, ваше честь, да Один из членов вашей бригады Был убит Бывшим мужем ответчика И фактически он из вашей бригады пропал Он нашим прорабом был Вашим прорабом он был? Прорабом был, да, наш Ну вот обстоятельства того, куда он делся Вы-то как это восприняли? Когда пришел день зарплаты Фархуд, его звали Фархуд Он куда-то пропал Мы как бы вообще удивились День зарплаты, его нету Мы думали, что он нас скинул Обращаться в полицию мы не стали Потому что думали, что Ну мы работали нелегально И проблемы потом не обрались Сейчас я создал свою официальную бригаду Мы можем перестроить подвал Прокопать по все стороны метр глубины Вывести этот песок Дом очень хороший Мы его строили из хороших материалов Он самый лучший в поселке Зачем мне ваши работы? Зачем мне что-то делать? Я не могу там Ну не могу я там находиться Ну там энергетика Жуткая энергетика, ваша честь Поэтому я прошу Я очень прошу суд Принять к рассмотрению иск И расторгнуть И признать сделку недействительную Я не могу там находиться Не могу Это все фигня, ваша честь Мы когда работали Там все было нормально Суд удаляется для принятия решений Далее в программе Они говорят, что я должен платить И что моя зарплата Теперь не 40 тысяч А всего 10 тысяч И никакой премии мне платить не будут Ну я тут, конечно, разозлился И дал в морду начальнику За возможность получать Высокую заработную плату Надо взять кредит На развитие предприятия Очередная мошенническая схема На которую клюнуло Немало соискателей Отдыхать на природе можно с пользой И прибылью Главное устроить себе релакс Возле зарыбленного пруда Несложные манипуляции с кормлением мальков И в конце лета Вы почти миллионер Или нищий безработный Решит суд Я жить так мало Оглашается решение суда Суд, рассмотрев материалы дела Выслушав объяснение сторон Показания свидетеля Оценив все представленные суду доказательства Решил Иск о признании недействительным Договору купли-продажи дома Оставить без удовлетворения Суд не признает Недействительным оспариваемым договор Купли-продажи жилого дома Поскольку судом установлено Что ответчица не вводила истицу В заблуждение Относительно предмета договора Приобретенный истицей дом Соответствует санитарным И техническим требованиям Предъявляемым к жилым помещениям О наличии человеческих останков В подвале дома Не было известно ответчице Сам факт обнаружения этих останков С последующим их изъятием Не препятствует использованию Жилого дома по назначению То есть для проживания Такой субъективный критерий Как страх истиция Проживать в данном доме Не является основанием Для признания договора Купли-продажи Недействительным Поэтому суд в иске отказывает Естественно Вам суд разъясняет право Что Если Вы испытываете Дискомфорт И не устраивающее вас Психологическое состояние В этом доме Вы как собственник Данного жилого дома В праве распорядиться им По своему усмотрению Продать Я поняла вашу честь И решить свои проблемы Я поняла ваш честь Решение суда суд огласил Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске отказать Ну и что мне теперь делать? Теперь бегать искать Кому продавать этот дом? Просто кошмар какой-то Я рада такому решению суда В конце концов Я считала и считаю Сделку купли-продажи дома Действительной Почему должны страдать Мои интересы? Я в конце концов Тоже жертва обстоятельств Судья Дмитрий Агрис В новом проекте Зал суда Битва за деньги И вы, нарушив закон Отказались от заключения Основного договора Здесь открываются Такие подробности Я там увидел Отвечесу, которая Лежит на кровати В костюме красной шапочки Пошел муж В костюме дровосека Здесь смех и слезы Чтобы это взять расписку Он пытал моего отца Здесь делят деньги Любим будет порядок Судебное свидание соблюдать Любим пополнять бюджет Государства С понедельника по четверг В 13.10 На нашем телеканале Представитель банка Требует взыскать долг По предоставленному кредиту Ответчик иск не признает Утверждает, что кредит брал Для предприятия Пожалуйста, слушаю вас Наш банк Представителем которого я являюсь Выдал кредит Орликову Степану Ивановичу В размере 300 тысяч рублей Кредит был выдан Под 21,5% годовых На 48 месяцев С ежемесячным платежом 9 370 рублей В течение 4 месяцев Степан Иванович Ни разу Не оплатил Ни одного платежа Не поступило И в связи С этим По условиям Кредитного договора Банк Имеет право Взымать По полпроцента От общей суммы долга С Заемщика Ежедневно В качестве неустойки В качестве неустойки Прописано договором Да, да Так, давайте Передайте, пожалуйста Договор Выписку с лицевого счета Ответчика Наверное, сразу Дай мне лень передам Мы неоднократно Напоминали Заемщику О том, что у него долг Мы предлагали Решить этот вопрос И Переговорить с банком О реструктуризации Его долга К сожалению Никакой реакции Не последовало То есть Вы его уведомление Направляли В адрес ответчика Да, это копия уведомлений Которые мы направляли Заемщику В связи с этим Банк вынужден Инициировать Процедуру судебного Взыскания задолженности Заемщика Ваша позиция понятна Суду Ответчик Что-то очень много Я вам должен У вас губа не треснет Вы подписывали договор Ответчик Кредитный договор Подписывали Кредит брали Договор подписывали Сумма правильная Указана 300 тысяч рублей Да, но очень большая сумма Почему-то Вы ее получили Получили Так Почему Обязательства неисполняемы По кредитному договору Потому что это не мои обязательства А чьи Потому что я получил кредит Под предприятие Я эти деньги себе не брал Поясните Поясните У нас в городе Очень трудно Устроиться на работу Так Я уже очень много Времени Был безработный Меня уже жена заела Чтобы я устроился на работу Я пошел Увидел объявление Что открывается Новое предприятие Баня И там Хорошие зарплаты Я пришел туда Прошел собеседование Мне сказали Что я подхожу И что Мне готовят платить Аж 40 тысяч У нас в городе 17 тысяч человек получают Это уже Выше крыши А тут 40 тысяч Но При одном условии Если Если я возьму Кредит в банке В 300 тысяч На развитие предприятия Я отдам их начальнику На развитие Общественной бани Это было Одним из условий И заключение с вами Трудового договора Со мной заключили Трудовой договор Что я буду получать 40 тысяч Но не 40 тысяч Мне там дали Пожалуйста Суду передайте Через приставы Трудовой договор Начальник вас просил Бани Взять для него кредит Да Потому что 40 тысяч Это такая большая сумма Что я даже забыл Что эти Что какие-то 300 тысяч Я ему отдам Я Конечно же согласился Я Никогда не брал никаких кредитов И не собирался их брать Но я подумал Как я возьму кредит Если я не трудоустроен Кто мне даст кредит Ведь банки не дают Просто так кредитов Когда человек не работает А мне сказали Ничего Банк лояльно относится К сотрудникам бани Если вы к нам устраиваетесь Банк вам даст Кредит Я потому что все хорошо Я пошел Беру И мне дают И никаких справок У меня не спрашивают С устной речи Записали анкету Все записали И выдали мне 300 тысяч Кредит на карточку Я их тут же снял И отдал Начальнику На развитие бани На развитие бани Начальнику нашему Олегу Леонидовичу Борисову Подтверждающий Передачу денежных средств Своему начальнику у вас есть Нет Дело в том Что он мне Благородно предложил Написать расписку Что я ему даю В долг эти 300 тысяч Но я идиот Благородно отказался Я сказал Что ну как же Такой уважаемый человек Неужели вы меня обманете И дал ему эти деньги Без расписки Вот это Это самая большая глупость Которую я сделал Степан Иванович А для вас 300 тысяч рублей Это существенная сумма? Для меня это просто Невероятная сумма Я такой суммы Никогда в руках не держал То есть держал один раз Но я ее тут же отдал Я бы даже не осмелился Для себя взять такие деньги То есть это для вас Существенная сумма Вы ее поддержали Отдали И никакой документ Подтверждающий Передачу не взяли Да, как-то мне вот застило глаза Что я 40 тысяч буду получать И что все хорошо И что все будет теперь прекрасно И рай на земле Что этот начальник наобещал Горы золотые Что там будут вип-персоны приезжать Что там будут мыться Все шишки города Что все будет прекрасно Что я буду в золоте купаться И все Я забыл, что надо брать расписку Не взял я расписку А не только я так пострадал Еще 15 человек так же пострадали Он вам не предложил Стать сособственником бизнеса А просто взял с вас 300 тысяч рублей И что он обещал-то вам их вернуть Или что Или то, что вы будете их возвращать За счет такой высокой заработной платы Нет, что баня будет возвращать эту сумму Что я не буду ее возвращать Что они будут исполнять ваши обязательства По кредитному договору Да, что они будут возвращать деньги А вы, извините, отвечайте Какая у вас сейчас заработная плата? 40 тысяч, как обещали? Потому что я уволен А вас еще и уволили оттуда Дело в том, что еще не конец истории Через месяц А нет, у меня вот есть документы Что мне сначала выдали кредит А потом меня устроили на работу Через две недели Степан Иванович, но для того, чтобы получить кредит Не нужно было быть официально трудоустроенным И вы это знали Это типовой договор кредитный Который требует предоставления всего двух документов ИНН и паспорта Они были предоставлены Степану Ивановичу И никаких дополнительных документов Человек, который не работает Не спрашивает о его доходах Я такого не знаю Ответчик, вы посчитали документы, предоставленные ответчиком И достаточное количество Они вызвали у вас доверие, чтобы ему выйти потребительский кредит В размере 300 тысяч рублей Служба безопасности провела Нет, нет, вы дали мне кредит Потому что баня Баня сказала, что я там работать Но он же Никакой бани мы не слышали Представитель Сан На момент выдачи кредита Ответчик еще был безработным Трудовой договор с ним заключен не был Да, но для заключения такого договора Не требуется официальное трудоустройство Процессы, которые начисляются по кредиту 21,5% годовых Они покрывают наши финансовые риски Вы не попросили ответчику поручителей Предоставить что-то в залог Просто свои риски перекрыли Повышенной процентной ставкой В размере 21% Столько людей вляпалось Мне обещали платить 40 тысяч То есть вы не один, да? Я не один, я знаю 15 человек лично Которые точно так же вляпались Я пошел выяснять этот вопрос Мне приходят повестки, чтобы я платил эти проценты Я прихожу в банк, говорю Почему я должен платить? Все уведомления вы получали Степан Иванович, вы должны платить Потому что подпись в кредитном договоре стоит ваша Поэтому вы должны платить Я спросил, почему не баня должна платить? Мне сказали, что я должен платить Я пришел на начальство бани Говорю, почему я должен платить? Я отдал вам деньги, вы платите А они говорят, что я должен платить И что моя зарплата теперь не 40 тысяч А всего 10 тысяч И никакой премии мне платить не будут Ну я тут, конечно, разозлился и дал в морду начальнику После этого меня уволили Рассчитали по последнему и уволили И все, я теперь безработный И теперь с этим вот кредитом Жена от меня ушла Сказала, что с лохом таким она жить не будет И все Вы понимаете, что происходит? Что людей грабят Эти кровососы, эти банки, они просто грабят нас Они дают кредиты, не платишь способным людям Где же это видано? Ответчик, вам его насильно Эти 300 тысяч дали? Вы сами в банк пришли? Я пришел По наущению моего начальника Который меня убедил взять Вас начальник за руку в банк привел? Практически привел, да Доставил подписать кредитный договор? Ну, практически привел Да, я был просто вот Разница между датами заключения трудового договора И заключением кредитного договора Оставляет две недели Да, две недели Я должен вам поверить, что вы за эти две недели Эти 300 тысяч не потратили, а передали своему начальнику Да Я их передал своему начальнику И все об этом знают Доказательства какие-то есть? Нету Доказательства только устные есть Вопросов больше нет Суд удаляется для принятия решения Далее в программе Ах ты, чё? Тихо, тихо, тихо Ана! Тихо, тихо, тихо Вот чё ты меня в пугай Вообще, он за путь хочет вообще Как по клипку ободрал и не шутит Уже на штуку дробанули, хватит, тихо Когда затеваешь совместный бизнес Надо тщательно прописывать все условия Два друга только устно договорились Теперь не могут поделить рыбу Звучит смешно Но прибыль от пруда составила более 600 тысяч рублей Оглашается решение суда Суд, рассмотрев материалы дела Заслушав объяснение сторон Оценив все представленные сторонами доказательства Решил Исковые требования о взыскании задолженности По кредитному договору удовлетворить Взыскать с ответчиков Пользуется задолженность по кредитному договору В размере 300 тысяч рублей А также неустойку и проценты В размере 180 тысяч рублей Я живу у мамы на пенсию на ее Суд удовлетворяет исковые требования Ответчик, решение послушайте сюда Суд удовлетворяет исковые требования Поскольку между ответчиком и истцом Был заключен кредитный договор Что подтверждается представленным договором И не отрицается самим ответчиком Доказательства того, что банк Каким-либо образом ввел ответчика в заблуждение По поводу заключения договора с суду Не представлено Ответчик сам, будучи дееспособным лицом То есть с дравмом имея рассудки Заключил договор, прочитав и подписав его Распоряжение ответчиком Полученными денежными средствами Банком не контролируется И за последствия распоряжения Этими средствами банк не отвечает В данном случае оснований Предусмотрено гражданским законодательством Для признания данного договора Недействительным нет Поскольку в соответствии с законом Обязательства должны исполняться Надлежащим образом И односторонний отказ от исполнения Обязательства не допускается Суд удовлетворяет заявленные требования Взыскивается ответчика Сумма основного долга В размере 300 тысяч рублей А также процентную стойку В размере 180 тысяч рублей Ответчик, суд вам разъясняет Право обратиться в правоохранительные органы И не было И появиться им неоткуда Не перебивайте меня, пожалуйста Я разъясняю вам право Что если вы считаете Что руководством Бани В отношении вас Были совершены мошеннические действия То вы вправе Обратиться в правоохранительные органы О привлечении данных лиц К ответственности по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации За мошенничество Решение странам понятно? Дело закрыто Хорошо, я так и сделаю Решение суда Иск удовлетворить Решение принято в соответствии с законодательством Банк решения суда удовлетворен Я сдаваться не собираюсь Дело в том, что я не один пострадал Я соберу ребят И мы вместе устроим пикет И будем бастовать И писать в прокуратуру И этого жулика, который нас разделал На такие большие кредиты Мы все равно делаем все, что возможно Хоть не себе, но другим людям помогу Истец предъявляет иск О взыскании половины прибыли От совместного бизнеса Ответчик иск не признает Судебное заседание Судебное заседание объявляется открытым Слушается дело По иску Пономарева Ильгия Петровича К ответчику Золотареву Денису Алексеевичу Иск заявлен О взыскании половины прибыли Совместного с ответчиком Бизнеса Так точно Все верно? Да Пожалуйста, Истец, слушаю вас А что тут все просто Половину вынь да положь Деньги вкладывали вместе Зарабатывали вместе Во что вкладывали-то? Сейчас объясню В начале лета В мае, собственно, в конце весны Предложила мне дело Давай, говорит, пруд в аренду возьмем Кадырчик Да Друг мой закадышный Бывший, если как-то так сказать Пруд в аренду? Пруд в аренду возьмем Разведем рыбу Продадим За три месяца миллионерами Станем, говорит И вложиться там до всего ничего Ну да Купили карпа 1400 мальков Он покупал Я покупал все Это мое дело было Ответчик Ответчик 1400 мальков По 40 рублей За малька Это у нас 56 тысяч вышло 56 тысяч? Да У него деньги нет Куда он лежит? Я занял У сестры жены 10 тысяч Жена дала Но рыба-то сама не растет Ее кормить надо Поэтому еще и комбикорм Простите Купить надо Я договорился С другом На свиноферме Я не знаю, с кем ты Обошелся бы В тысячу рублей А с моей договоренностью По 300 взяли Итого 36 мешков За лето израсходовали Это еще 10800 Откуда у тебя деньги вообще? Ответчик Куда надо? Ваш чей, не слушайте вы его вообще? А Все же жаловался, что у него денег нет Мало того, что вложил деньги Так я вам скажу, еще договорились, что я эту рыбу охранять буду Потому как что? Пруд без надзора не оставишь? Правильно, жаловался А он главное, пруд-то на себя оформил У него ЖИП И деньги сам потратил Потому что у меня машины нет В рыбсовхоз это гонять Я ему и доверил Документы, пожалуйста, через приставы сюда передайте Давайте все документы Все сразу? Понятно Непонятно, что за расписка Вы посмотрите, Ваша честь, что за расписка Да посмотрю, ответчик, все посмотрю Продолжайте Три месяца Кормил и рыбу, и комаров Он только на выходные приезжал Шашлык, машлык, ну, все такое Я ему еще выговаривал, чтобы он рыбу не купил Скажи спасибо, что я тебя на работу вообще взял За что спасибо-то? За что спасибо? Ты нормальный вообще, барыга 15 тысяч он мне заплатил за три месяца, Ваша честь 15 тысяч, говорит, за три месяца тебе На, иди отсюда вон А что ты еще хочешь? Да я за 17 в месяц работал раньше слесарем Вон справочку вам передали, посмотрите, пожалуйста Уволились для того, чтобы охранять Да, только потому и уволился, что он мне пообещал Через три месяца у нас по лимону у каждого, говорит, будет Так, ну давайте сейчас разберемся, кто кому что обещал Дальше Так, самое интересное Что произошло-то в итоге? Под лето, в конце лета Выросли карпики? Выросли, конечно Да Даже не денутся, выросли Только реализовать-то я не смогу Я вот ногу повредил Ухаживать надо, вот и выросли Ногу повредил, в больницу загремел Кто вам? Карпики ногу-то повредили? Да нет, я говорю, на грушу полез, ну упал А зачем на грушу полезли? Спили грушки-то, а почему нет? И вареницу закрутить Так, давайте, значит, грушки отдельно, карпики отдельно Так вот же ж В больнице лежу Давайте карпиком Даже не думал, что он, ладно, не проведывает Ну, думаю, беделом занят Вон в газете посмотрите объявление О реализации рыбы по 150 рублей за килограмм А каждый карпик, я вам скажу Это три килограмма минимум Вы сами посчитаете, тысяча четыреста Тысяча четыреста мальков Да на три килограмма Да на 150 рублей килограмм Да он больше шестьсот тысяч заработал Вот эти шестьсот тысяч, я и прошу поделить Шестьсот тридцать тысяч, если только по минимуму То есть карпиков выловили Выловили, вон он продал их всех Ответчик их реализовал на шестьсот тысяч рублей Правильно, я поработал, я заработал Да какую работу? Какую работу? Я партнер, а не работник Я что, что ли? Вес, с каких пор ты партнером стал? Потому что не деньги вкладывал Какие? Тишина Свои, кровные Тишина Сейчас доказать надо То есть ответчик вам свою, то есть вашу долю 300 тысяч рублей, половина от реализованной рыбы Отказался Конечно, конечно Ну вы просите 300 тысяч Вот тебе 15 Я 15, конечно, взял, утерся Но я этого так не оставлю То есть он вам 15 тысяч заплатил Якова за работу, да, за сторожа В качестве оплаты услуг сторожа За три месяца За три! То, что вы все лето охраняли этот пруд, да? Отдых Все Как полагается Хорошо Какой отдых? Это ты на отдых ко мне приезжал? С шашлыками да с бабами? Прекрати уже С какими бабами еще? Давайте, ответчик Давайте Теперь вот вас слушаем Ваша честь Я с этим иском, который мне сейчас предъявляют Вообще совершенно не согласен Почему? Дело в том, что деньги, вложенные в это дело На выращивание рыб И на продажу, на реализацию Это все мои денежные средства Никаких денег я не видел вообще, Ваша честь У меня в деревне был пруд Хороший Чистый Хорошие условия Одним словом, заключил договор с администрацией Взял в аренду этот пруд Купил мальков Ваша честь, он в аренду его бесплатно взял Еще говоришь, что взятку заплатил 50 тысяч Прекрати Дай мне сказать Ваш учитель Пускай не пребивайте Одним словом Сделал расходы И, естественно Время подошло Выловил, продал И, конечно же, у меня своя прибыль С ним, когда мы разговаривали Он жаловался на то, что у него и с работой плохо И зарплату не платят Короче Просят уйти его уже из работы А он уже пьянствовать начал Ну, взял я его туда сторожа Он рыбку любит Одним словом Поставил я там И бытовку Все, создал условия Привозил ему туда И продукты Одним словом И отдыхал он там И как бы сторожа Присматривал за рыбкой А все денежные средства Естественно Были мои Он всю жизнь жаловался, что у него денег нету А сейчас, оказывается, у него какие-то деньги Конечно, нет Потому что, я же говорю А вы индивидуальный предприниматель? А? Вы индивидуальный предприниматель? Да Да барыга он чисто не предприниматель Вот у меня все документы Через приставы На индивидуальное предпринимательство И тут договор аренды на пруд Лучше бы ты в аренду совесть взял Хоть чуть-чуть Совесть у меня чиста Нет у тебя совсем И налоги я плачу вовремя И с реализацией рыбы Все выплачено У меня все документально Все оформлено Все нормально То есть Отрицаете, что изначально С истцом То есть не договаривались О совместном бизнесе О неофициальных договоренностях О совместном предпринимательстве О деле у нас с ним нету Да, просто был разговор Ему нужна была работа Я его устроил Еще он залывался У меня жена уже достала Говорит, хочу отдохнуть немного Ну Чья жена кого достала? Его жена А вы-то откуда его жили? А он сам все время жалуется Из-за того, что денег нет Престец не разговаривать На работе не платят И все, начало мозг Выносить Хочу отдохнуть Хочу уйти Вот и все Штраф тысячи рублей Всем участникам процесса Извините, Ваша честь Я одним словом Дал я ему работу Сторожа Я говорю Живи здесь Дыши свежим воздухом Отвечу Истец Истец предоставил заявление Об увольнении по собственному желанию С прошлой работы С прошлой работы Да он сказал, что его попросили Да вы дослушаете меня или нет? Где его заработная плата составляла 17 тысяч рублей Вы ему заплатили 15 тысяч рублей За три месяца работы На, как вы утверждаете, на вашем озере 15 тысяч рублей за три месяца Это по пять тысяч Плюс еще То, что я ему Его обеспечивал полностью едой И с жильем То есть Это плата Это все было мое Все я покупал Все я предоставлял Он за свой счет этого не делал И за свой счет, как он сказал Их просто попросили написать Его заработная плата На предыдущем месте работы Составляла 17 тысяч рублей То есть Вы считаете, что он посчитал Более выгодную работу у вас на пруду За пять тысяч рублей в месяц Плюс за еду Чем оставаться без ничего После увольнения с работы Он уволился по собственному желанию Он сказал, что их попросили так написать Кто приобретал Мальков? Я приобретал за собственные средства На мои деньги Ваша честь На чьи деньги приобретали? Я на свои собственные деньги У него денег никогда не было Не было у него никогда денег Истец, да помолчите вы или нет Где ты взял деньги вообще? Занял У кого? Я тебе уже сказал уже На что? Ваша честь Вот у вас лежат расписки Твоих шесть восемьсот всего в этом деле У вас лежат расписки Посмотрите, что там написано Вы сюда для чего пришли, истец? Деньги получить Деньги получить? Конечно Иск предъявили? Иск я предъявил Тогда зачем сейчас отношения с ответчиком выясняете? Я не могу сказать Не дает даже сказать вообще ничего Ну выясняли бы до Время бы у суда не отнимали Про угадки сюда пришли? Прошу прощения Ну про дубы на своем разбирались Да я бы его утопил уже там Если бы он туда приезжал хотел Ну и тогда бы другой суд уже разбирался Уголовно То есть иск не признаете? Правильно? Я иск не признаю Денег я ему не должен Если хочет рыбы Вот я ему принес рыбу Вот пожалуйста угостись Вот хорошая нормальная копченая рыба Что ты еще хочешь? Ваша честь Нормальная хорошая рыба То что осталось рыбу Мы с товарищем закоптили О нормальная вкусная прекрасная рыба Я с тобой под русский делюсь Некопченую рыбу с вас естественно требуют А 300 тысяч рублей Не пропала рыбка-то Что ты закоптил? Я ничего ему не должен То что должен был я ему выплатил Все Да так точно Пригласите пожалуйста свидетельца в зал Это жена моя Она в курсе Ах ты че ты Ты че ты меня в пугай Он тебя путь хочет Как липку ободрал Уже на штуку трапанули Хватит тихо Истец вы Это супруга ваша? Простите ваша честь Вы ее в качестве свидетеля Или своей личной охраной сюда пригласили? Простите ваша честь Просто нервов никаких нет Смотреть на эту наглую зажравшуюся морду Представьтесь свидетель Поноварева Галина Александровна Приглашены в суд для дачи показаний по делу Да Предупреждаетесь судом об ответственности За отказ от дачи показаний А также за дачу заведомо ложных показаний Супруга истца являетесь? Да Разъясняю вам статью 51 Конституции О том что имеете право Не свидетельствовать против своих близких родственников В том числе против супруга А че я против него свидетельствую ваша честь? Он у меня вообще наивный как врач Ну давайте за тогда него свидетельствовать Давайте Что по делу можете показать? Значит смотрите Все как было расскажу Мальков Илюш покупал Он конечно сам за себя постоять не может Это понятно Даже объяснить внятно не может Ни вам, ни никому Что было Он деньги у моей сестры занимал А она между прочим В тот момент беременная была Она деньги ему дала Только потому что Потому что беременная была? Нет Он ей рассказал Потому что в сентябре вернули Да да я скажу Он ей рассказал все Что они с Денисом дело замутили Что пруд зарыбят Что мальков вырастут Что они потом в сентябре продадут Будут деньги Он вернет Как раз под рождение Ну да Там у вас в расписке написано Что под бальков взяли Отвечу Где там написано? У нас все написано Вы понимаете, Ваша честь Что если бы он ей не объяснил Че почем И когда деньги вернет Она что берет? Она бы ему вообще Никаких не дала Да не в жизнь Ну потому что она беременна Она между прочим Вчера родила Второго И она мать-одиночка Вот нам где сейчас деньги возвращать Вот откуда Ну да Беременной понавешили на уши Что это надо Да замолчи вообще Взяли вот и все Прокусили Не знаю Вообще замолчи Кольца нет у тебя Так вот эта расписка Это вот Это Ася написал он Да Супруг вашей сестры Брал денежные средства 50 тысяч рублей 50 тысяч рублей На малька На рыбу На дату посмотрите Май месяц Когда мы закупались В начале мая Да А там написано Что на малька Вы брали его Денис у тебя рожа твоя Не треснет У меня лицо Женщина Я вашему мужу То что должен 15 тысяч отдал На работу Все отвалите от меня 15 тысяч Подавить копейками Своими Слушай Илюша А дай я расскажу Что вы хотите еще Расскажу Не прикрывай Вот и все Денис ты думаешь Я не знаю С какими бабами Ты на этот пруд приезжал А Свои наши две Деревские Красотки Какие бабы Свидетель Свидетель Кто тебе поверит В суд удаляется Для принятия решения В этом суде Судебное заседание Объявляется открытым Все хотят денег Для чего сюда пришли в суд Деньги получить Здесь каждый Считает себя правым Показывали Как надо эти доллары Класть туда За визинку трусов Верстанцы Но побеждает Только один Ваши международные отношения Меня интересуют Меня интересуют Кто причинил материальный ущерб Проверьте себя Отгадайте На чьей стороне закон Он вор и мошенник Да ну а ты полицейский судья Смотрите Зал суда Битва за деньги Бабки вам За что? То что тебе То что вам положено Вы получили Все Отвалите Отвяните Рот свой закрой Рыба его заткни Я тебе все расскажу Вот этой рыбой Я вас угощать буду Не надо Мне твоей вонючей рыбы не надо Еще нет твоей расскажу Которая теперь с тобой разведется А мужья тебе Харю придут И начат Отлично И баба В этом расскажу Гнилой И семью мою не трог Шею сверну А ты не угрожай Я тебя еще не привлеку Прошу всех садиться Оглашается решение суда Суд рассмотрев материалы дела С трудом выслушав Объяснение сторон Показания свидетеля Решил Иск удовлетворить Взыскать соответчика В пользу ИСЦА 300 тысяч рублей Суд удовлетворяет Заявленные требования Поскольку Исследовав все обстоятельства Дела пришел к выводу Что между ИСЦом И ответчиком Действительно была договоренность На совместное разведение рыбы А также на раздел дохода В равных долях Это подтверждается Фактическими обстоятельствами дела Взятие ИСЦом в долг У родственницы денежных средств Впадает по времени С началом организации работ По разведению рыбы Этот факт подтверждает Утверждение ИСЦа Что денежные средства Взятые им в долг Он действительно использовал На приобретение мальков И комбикорма для рыбы Истец по собственному желанию Уволился с прежнего места работы Для того, чтобы иметь возможность Охранять взятый аренду пруд Однако среднемесячная заработная плата Сторожа Значительно ниже Среднемесячной заработной платы ИСЦа По прежнему месту работы Это обстоятельство Подтверждает утверждение ИСЦа Что он постоянно находился На пруду Как участник общего С ответчиком дела А не как лицо Состоящее с ответчиком В трудовых отношениях В качестве сторожа При таких обстоятельствах Суд удовлетворяет заявленные требования Обязывает ответчика Возвратить ИСЦу 300 тысяч рублей А также разъясняет Ответчику Что практика ведения бизнеса Путем обмана своих партнеров Может вас в дальнейшем привести К привлечению К уголовной ответственности Решение суда Понятна сторона? Так то есть Дело закрыто Я не согласен с этим Я все равно подам на апелляцию Решение суда Иск удовлетворить 300 тысяч Это же я и долги раздам И машину куплю И ИП открою И снова пруд в аренду возьму Только теперь уже один Без друзей Я конечно крайне возмущен Поведением своего друга Ну конечно впредь Это для меня будет уроком Что не каждому другу Можно доверять Прошу всех встать Что делает друзей врагами? Деньги Эти деньги заработала я Я пахала 5 лет на севере Для того, чтобы иметь свою квартиру Что разрушает семьи? Деньги И тогда жена мне сказала Я тебе идиоту 170 тысяч не дам Решай сам А я сроду ничего сам не решал Что развязывает войны? Деньги Ну-ка Разнимите их немедленно Зал суда Битва за деньги И не пахали Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин